Мне пора Туристические походы Наши туры Будут бесплатными Деньги мы с вас будем брать Только за то, чтобы вас вывезти из этого леса Здесь самое время Сказать всем привет Вот мы пришли К очередной какой-то Речке Которая здесь Пущена через трубу Но она вон по старинке сделана Мощно То есть здесь как на рамше Бетонное это Эх ты, красота-то какая Во Сейчас я зайду Вон оттуда И посмотрим как это все выглядит там Как видите Здесь тоже Кто-то недавно пытался Делать дорогу Там образовалась болотина Может она конечно и была Ну а вот так эта река Выглядит с этой стороны Вот уж такое точно не размоет Как бы не старалась Природа Очень интересно Реально Я все-таки Прихожу к мысли Что мне пора Открывать Частные Туристические Походы По Оленему острову И за его пределы Здесь красота Наши туры Будут бесплатными Деньги мы с вас будем брать Только за то Чтобы вас вывезти Из этого леса Серега Как ты думаешь Пойдет такой бизнес? Не Ты участвуешь В нашем бизнесе? Нет? Санек не хочет вас За деньги Выводить из леса Ну ладно В общем нам еще Идти в ту сторону Мы так думаем Что километра два Бросил камень? Да Ну что Покидай Ты же блин Ты же ребенок Я тебя уже сфоткал Пока снимал Ну только Ты смотрел В воду Тебе принципиально Чтоб ты смотрел В камеру? Ну Серега Сфоткай его В общем Пойдем мы В ту сторону Это еще На 8 серий Потому что В одну Это не уложишь Ну и как бы Мои впечатления Впечатления Конечно Крутые Я не зря Пошел Сегодня В такую Жаркую погоду К тому же Солнце уже Садится Если видно Там У нас Какие-то облака Я думаю Назад мы пойдем Жарко не будет Самая основная Жара была Когда мы шли До того домика Мы нашли Еще одну Охотничью Поляну И какую-то Новую дорогу В общем Мы сюда уж Заходить не будем Мы просто Пройдем мимо Там в лесу стоит Эта избушка Как ее можно назвать На курьих ножках Да Вот она прямо Вот Такая же стоит У дома На острове Поэтому Мы предполагаем Что это все-таки Тоже территория Как его уж Александра Геннадьевича По-любому Потому что домик Один в один Который Находится Недалеко От селезневой Старожки Мачта Стоит Серега Проверяй интернет Ребята Мы это сделали Вон там Елочки Стоят Посаженные В ряд Это как раз Вот та постройка Билайн по нулям Билайн по нулям Сейчас мы проверим МТС Это все скорее Мегафон Если это Территория Шишкина Да Но сейчас Если тут 4G МТС Мы прямо Запустим отсюда Прямую Трансляцию Все Ребята Нашли вышку Предполагаем Что это МТС Потому что Ловит хорошо Пока правда Е Интернет Но Тем не менее Как говорится Лучше чем ничего И Прошли мы уже Судя по Страве Когда я Включил 5800 Ну значит Мы где-то Прошли От Оленевого Острова От ворот Через которые Вышли 6 километров Это примерно Мы думаем За этим поворотом Уже Озеро И та Постройка На которую Мы не смогли Проехать В последнем Видео Извереть В авторской Версии Где я Вначале Показываю На кар Экскаватор Все дела Вот это Дамино Бля Это Единственное Что Мне пришло В голову Слушай Я думал У них здесь Забор А у них Здесь Ничего нет Как говорится Ходи Бради Кто хочешь Ну вот Этот дом На фотографии Он Прикольно Надеюсь Вам видно Потому что Солнце Светит Мы нашли Теперь И озеро Такая Здесь Ребята И девчата Красота Круто Хрена Тут У них За шпаном Точно Не шмальнут А то Мой Молот Тора За километр Видно Трактор В лесу Пусть Стоит Смотри Тут Срубы Все дела Е-мое Вот это Тут Спецтехники Ну че Слушай Они были На какой-то Гнилушке Да А тут Такое Согничина Офигенный Я Думаю А? Машина Поехала Туда? Отдону Да Ну сейчас Такая Здесь Фишка Ребята Надеюсь Там Не торчит Дул Снайпер Которая В меня Жахнет Ну это Уж Я так Утрирую И мы Находимся Где-то На озере За оленем Островом Вот в такой Глуши И здесь Что-то Строят Я не знаю Че сказать Сами видите Здесь Очень красиво Мы думали Сюда Сюда В свое Время Приехать На велосипедах Но вышло Так Что Дошли Пешком Ребята Вон там Сидят Вон они За кустом Прячутся Как партизаны Я тут Как смертник Снимаю Эту территорию Даже Не знаю Чья она Как говорится На свой Страх И риск Но здесь Ребята Очень круто Прямо Я бы хотел Здесь жить В прямом И переносном Смысле Тут вот Какие-то Срубы Для домов Делают Тут Вон Стоит Как видите Целый Автопарк Машин Там все Скорее Будет Какой-нибудь Лодочный Причал Но мы Сейчас туда Дойдем Посмотрим Может там Можно искупаться Да Это Конечно Не Сильно Крутое Путешествие Но Тем не менее Ну Че Вы там Че Вы Мутите Сидеть Но Это По тем Дорогам 13 Да Вообще Такие Постройки Классные Можно Скать Архитектор Красавчик Слушай Ну Они Это Дом Фотографировали С той стороны Он у них На фотографиях Значит Тут Можно Обойти Мы Это Сделали Мы Дошли До Сюда Это Круто Просто Не Описать Словами Ну Ну Делитесь Впечатлением В общем Ребята Так Довольны Что Они Не знают Как описать Свои Чувства От Увиденного Ну 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 Да Слушай Они Тут Походу Деревянные Домики Все Так Поставят Еще Тут Вообще Наверное Шикарно Будет Не знаю Но тут Кто-то Есть Раз Кого-то Слышно Посмотрите Камер Нигде Нету А то Прикинь Они Так Живут Живут Себе Тихо Мирно И тут Такие Мы Заявились Да Я бы Охренел Если честно На их Месте Скал Через 8 Шлагбаумов Кто-то Прошел Надо Добавить Да Здесь Все Есть Вот Ребята Куда Надо Убегать А Ну да Герой Роа Ну Как видите Меня Еще Никто Не Пристрелил Знаешь Я думаю Тут Тихо Да Сашка Ну Че Пойдемте Что Назад Миссия Завершена Там Там Вон Кто-то Сзади Меня Кричит Там Прямо Слышно Как будто То ли Футбол Играют То ли Чего Я точно Не знаю Но Мы подумали Туда Не ходить Мужики Просто Уже Устали Я то Еще По Периметру Конечно Хотел Это Обойти Ну ладно Но У меня Мысли Свои Хорошо Если Они Там Играют Футбол А представьте Если Здесь Как в фильме Хостел И мы Таких Ходим Как Смертники Ну Это Конечно Шутка Я думаю Все Уже К моим Плоским Шуткам Давно Должны Были Привыкнуть Так Что На этом Наверное Все Всем Пока Все Мы Идем Домой Делись Сынок Впечатления Не Знаешь Совсем Не Ну Нормально Я Я Надеюсь Вы Уже Посмотрели Это Круто Круто Это Круто Слушай Ну Видишь Мы На Велосипедах С тобой Ехали По Другому Маршруту Если Б Не Саша Мы И Кстати Не Знали Что Есть Вот Такая Дорога И Что Здесь Есть Ворота Мы Навернули Примерно Лишних Километров Десять А Может Чуть Больше Все Оказалось Куда Интереснее Так что Он Нам Показал Короткий Путь Ну Все По телефону Нам Тоже Никто Смотрю Не Стрелял Так что Пойдем А вот Прикинь Они Вот Сейчас Кстати Да Живут Тут И Думают А нас Никто Не Видит Про Нас Никто Не Знает И Тут Такие Да Да Мы Вас Нашли Какие Те Фотки Как Я Нашел Я Набрал Это Как Она Называется Урсуха Что Там Написано Нет Усадьба Это Хрен С Тут Есть Какое То Официальное Название Потому Что На Карте Первое Впечатление Что Там Написано Сука Но Там По-моему Урсуха Может Это Урочище Но Может Это И Было Урочище Но Оно Так Хорошо Сохранилось Что Я Даже Не Знаю Можно Ли Такой Замок Считать Урочище Видимо Карты Давно Не Обновляли И В общем Не знаю Везет Только 10 Да Саша Сейчас Сказал Что мы Сколько Ты сказал Шли 5 часов 5 часов Но Если Мы Шли 5 часов Назад 5 Время 6 Он Предполагает Что Мы Выйдем В районе 11 Ночь Бряхова Но Это Не Точно И Вы Мне Кажется Из кадра Вывалились Обычно Путь Назад Занимает Меньше Время Веретев Мы Уже Будем Темоте Точно Но Ничего Страшного Нам Не Первый Раз Идти В темноте От Веретева Этот Звук Серег Нифига Не Такой У нас Там Да Это Более Грубый В общем Ладно Пользуясь Случаем Мы Передаем Всем Нашим Друзьям Из Всех Городов Привет Вот Через Такие Дебри Мы Возвращаемся Назад Мы Решили Срезать Дорогу Потому Что Мы Просто Уже Если Честно Задолбались Идти Но Мы Сейчас Выйдем Где-то Ко второму Домику Заодно Мы Будем Знать Где Срезать В Оленем Острове Дорожечку Домой Так Что Вот Так Вот Ребята Болото Ну Пошли Через Лес Уже Интересно Раз Болото Короче Из меня Сусанин Какой-то В болото Мы Зашли Ну Вон Сейчас Вон Дорогу Видишь Уже Сейчас Через Деревья Просто Пройдем Как Пелась Песня Веди Нас Сусанин Веди Нас Герой Да Пошли Вы Все Нахуй Я Сам Здесь Впервой А Дальше Я Петь Не Буду Ну Че Как Сыно Ощущение От Этого Похода Или Вылазки Как Это Назвать Ничего Сейчас Придем Вереть Его Это Скорее Вылазка Поход Это Когда Несколько Дней Остаешься На Месяч Ну Да Сейчас Как Это Вылезем Из Этой Хрени И Мы Сразу Что Там Сашка Суха Ну Короче Сейчас Тушенки Хряпнем Вереть У Этого У Брата Из Советской Бывшей Республики Спросим Где воды Набрать Я думаю Он нам Опа Прыгай Сынок Любезно Подскажет Ну Ну Как То Так Ну Че Правильно Я Говорю Вон Дорога Мы Просто Срезали Угол Параллельно Ей А Я Б Вообще Пошел Вот Здесь Да Конечно Пойдем Чтоб Пострашнее Было Смотрите Какой Страшный Лес Буквально Медленно Не Согласись Это Угарно Идти через Такой лес В общем Скорее всего Мы Выйдем На то поле После Второго Домика Чисто Здесь Вообще Елки Клевые Даже Не Видно Небо Ну Относительно А Сашка У нас Вон там Где-то Идет Да Ну Ты знаешь Я Легких Путей Не ищу Зато Здесь Это Ну Поровнее Сайту Олени Утоптали Как Здесь Поровнее Дорога Так Надеюсь Тут Оленяки Нигде Не стоят А то Прикинь Что мы Таким Плотную К оленям Вон Танек Нас Опять Ждет Сфоткать Вон Он Там Стоит Как Это Сказать Ну Блин Да Ребята У нас Увлекательно Мы Идем По Говну Сплошь Говно Засохшее Говно Вон Санька Нас Снимает Все У нас Четко Все Круто Мы Выбрались Спустя Так Подожди Ну Да Значит Я Правильно Говорил Мы Выйдем На Дорогу Ну И Нормально Че Отлично Вот Вот Это Кадр Вообще Шикарно Бать тут Говниной Прет Да Как из леса Вышли А Да Похоже Да Они Спиленная Что-то Больно Там Ровно Как В Какахи Не наступи Слушай А может Это Было Не Олень Говно Какой Ни Зайч Мы В Сортах Говна Не Разбираемся Правильно Тебе Сказал Вот Эти Береза И Около Них Дорога К Второму Домику Ну Ладно Я Буду Себя Утешать Мыслью Что Мы Все Таки Срезали Немного Путь Да Километр Что Я Не Знаю Да Не Надо Не Включай Не Я Знаю Где Он Включается Но Включать Не Надо Там Не Трогай Ничего Он В Другом Месте Не Вы Не Трогайте Вы Тут Это Ничего Не Делайте Включается Все Вон Там Давайте Уж Сегодня Беспределить Не Будем О Вот Тина Да Нажал Случайно Пальцем Не Туда Ну Тут Да Тут Ничего И Не Изменится Внутри Нет Но У них Видишь Опять Работы Идут Какие По Другому Моменту Конечно И Вот Что Единственное Осталось Целым Ну Да Я Ну Вот Сейчас Вот Здесь Конечно Жалко Все Убрали Мне Вот Это Место Нравилось Вот Именно И Конечно Фрески Мне Жалко Вот Смотрите Вот Сейчас Опять Полумрак Да И У Меня Опять Вот Это Ощущение Какой Ты Это Здесь Вот Именно Когда Солнце Садится Как Бы Это Смешно От Меня Не Звучало Да Но У Меня В Этот Момент Какой То Этот Ну Не По Себе Мне Здесь Вот Именно В Ну Ладно Вот Вот Именно Это Же Ощущение Что Был Тогда Только Тогда Еще Темнее Было Тогда Солнце Вообще За Горизонт Сел Ну Че Гол На Меня Запечатли Тихо Ты Как Хреново В темноте Не Видите Ну Че Я Слишком Близко Да Да Вот Нормально Обидно Да Вон Тень От Нет 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 Ну Слушай Ну Вот У меня Сейчас Ощущение Точно Такой Же Как Тогда Хотя Днем Я Сюда Захожу И Все Нормально Ты Еще Фоткаешь Да Я Посвечу Ну Че Я Думаю На этом Мы Заканчиваем Наше Видео Мы Прошли Сколько Сегодня Я Не Знаю Кто То Включать Не 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 А Он Наверх Пошел Ну В общем Короче На этом Хочти Все Ну На выход Пойдем Снимешь Малич Посвечешь Заодно Дорогу Или Ладно Давай Я Светить Кто Может быть Я Не знаю Ну А Че Конечно Не Ну А Че Если Он Здесь Жил Конечно Сюда И Приходил Че Тут Говорить Ну Это Да Не Ну Все Равно Конечно Да Неожиданно Ну Я имею Да Ничего Не Упадет Че Вы Переживаете Там Помочь Надо Может Тебе Че Оп Серега Та Один Давай Саня Вот Все Пойдем Счастливо Счастливо Я заснял Я заснял Я заснял Я А А А А А А А А